МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Анна Свидовская. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Начнем с главного. Большая пресс-конференция губернатора Вячеслава Гладкова, события, которые собирают региональных и федеральных журналистов. В этот раз свое участие подтвердили более 60 представителей СМИ и блогеров. Самые волнующие вопросы от людей, которые постоянно в курсе всех событий. Как проходили приготовления, какая атмосфера перед началом и какую на этот раз площадку выбрали для встречи с руководителем области. В материале Богдана Рисланова. У 6-го Б английский язык. Площадка для пресс-конференции выбрана в необычном месте. Это новая инновационная школа, территория успеха, где параллельно с работой журналистов проходит обычный учебный процесс. Символично, что для разговора с журналистами на самые волнующие темы выбрали образовательное учреждение. Ведь 2023 год педагога и наставника. Благодаря этим людям мы делаем свои первые шаги на самом важном этапе пути во взрослую жизнь. Площадка большой пресс-конференции губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Здесь будет работать более 60 журналистов из региональных и федеральных СМИ. Все уже практически готово и все в ожидании начала. Перед началом пресс-конференции губернатора обязательная регистрация. Но это так называемая формальность. Скорее место встречи коллег. Дружеская и вместе с тем рабочая, волнительная атмосфера, возможность обменяться мнениями. Несмотря на то, что многие журналисты постоянно здесь в регионе в курсе всех событий, вопросов у них и их аудитории меньше не становится. В первую очередь, конечно же, меня интересуют цифры. Поэтому мы подготовили несколько вопросов. Большая их часть связана с экономикой. Это вопросы о ожиданиях инвестиционных. Это вопросы об инвестиционном климате. Это вопросы о предварительных итогах года. Нельзя не задать вопросы о безопасности жителей. Все мы уже более чем год живем в условиях буквально прифронтовых, можно сказать. Но в то же время мирная повестка тоже не уходит у нас из новостной ленты, не уходит из аналитических материалов. Поэтому, конечно, задаем вопросы об инвестициях, о развитии бизнеса, об экономике, о том, как совершенствуется социальная сфера в регионе, в общем-то, о том, какое внимание уделяется культуре. Ответы на все эти вопросы заняли больше двух часов. Готовила трансляцию большая команда, в том числе видеоинженеры, техники. А каждый диалог фиксирует четыре оператора, управляя шестью камерами. Одну из них установили на рельсовый слайдер, чтобы обеспечить плавную, панорамную картинку всего зала. И за всю эту видеосимфонию отвечает выпускающий режиссер. Я отвечаю за итоговую картинку, то есть за то, что зритель видит. То есть, опять же, отсюда у нас идет вся мультимедиа, короче, сопровождение, которое там на экраны, то есть звук, конечно же. Мы подготовили сейчас все моменты, то есть прочекали все абсолютно. То есть там отбили балансы на камерах, точки расставлены, то есть где операторы стоят, у каждого своя задача, звук проверен, то есть все сетевые, то есть мы, в принципе, готовы. Заставочка, 15 секунд. Переходи. В эфире. Богдан Ресланов, Александр Сосуев. Такой день на Мире Белогория. Ну а что касается основной части вопросов, они, как всегда, разные. Начинает перспектив социально-экономического развития области и заканчивая личной жизнью регионального лидера. Самое интересное и важное в репортаже Натальи Ваятенко. В ожидании у губернатора в зале легкое волнение. Несмотря на то, что Вячеслав Гладков никогда не отказывает прессе в общении, за год, который прошел с подобной встречи, вопросов накопилось немало. Но перед тем, как приступить к главному, любопытная информация. Посчитали количество вопросов жителей региона, на которые в уходящем 2023 губернатор ответил лично. Вы провели 300 вечерних эфиров, 10 вопросов к губернатору. Каждый примерно 10-12-13 вопросов. Ну то есть уже больше 3000. В нашей традиционной прямой линии порядка 98 вопросов от 70 до 90 у нас есть. Ваши встречи большие каждый раз, когда вы ездите в районы, в Товолжанку, в Шебекино. Люди, которые с 5 часов утра ждут вас у правительства. Тоже об этом все знают. Вопросы, которые мы задаем на каких-то наших закрытых встречах. То есть мы примерно посчитали, на порядка 10 тысяч вопросов, не меньше, вы за этот год ответили. Отсюда и первый в рамках пресс-конференции. Зачем столь высокая активность и почему руководитель субъекта уделяет такое внимание обращениям людей? Есть запросы населения, жителей. Если бы у нас прямые эфиры вечерние никто не смотрел, то мы бы их не проводили. Провели прямой эфир, у нас 70 тысяч за день просмотров. Это, конечно, большое количество для нашего небольшого региона. И запросы населения большой. Пока востребовано, мы будем использовать старые форматы и будем искать новые. Действительно хочется, чтобы неотвеченных вопросов у нас в области не было. В процессе большого диалога губернатора с журналистами и представителями интернет-сообществ традиционно круг тем не ограничен. Это могут быть как личные вопросы, так и глобальные. К примеру, о перспективах развития области в ближайшем будущем. Особенно волнует, как оперативная обстановка может отразиться на амбициозных планах по удвоению волового регионального продукта к 2030-му. Вячеслав Гладков подчеркнул, несмотря на все трудности, область уверенно смотрит вперед и власти не намерены менять ни вектор развития, ни цели. Так, по предварительным расчетам, уже к концу 2026-го ВРП нашего субъекта достигнет более полутора триллионов рублей. Тенденция уже намечена. По итогам 2023 года мы надеемся увидеть рост в отношении к 2022 году. Поэтому, да, он может быть не такой значительный, как мы хотели бы три года назад. Но, с другой стороны, тренд есть, тренд положительный. Объем инвестиций в 2023 году по сравнению с прошлым годом вырос. Те проекты, которые приостанавливались в 2022 году, они сейчас начинают возобновляться и входить в активную фазу. Поэтому, если честно, то в этом показателе мы, по достижению этого показателя к 2030 году, мы настроены достаточно оптимистично и корректировать в меньшую сторону не будем. Желающих задать вопрос Вячеславу Гладкову было немало. Ответ от первого лица удалось получить и нам. Почти за два года спецоперации журналисты Мира Белогорья не раз выезжали на съемки в Приграничья. И особенно отзывалась боль тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны украинских формирований. И бросить все нажитое, спасая свою жизнь. Что будет с домами людей в Журавлевке и Нехатеевке? Да и в целом с самими населенными пунктами после завершения СВО? Ответ губернатор начал с оптимистичных слов. Цитата. Я надеюсь, что жизнь в эти села вернется. Люди, которым мы сейчас строим новое жилье, все-таки они сдают старое. Но я выступил с инициативой с тем, чтобы вот этим жителям старое жилье, земельные участки отдать на первом этапе в пользование. Когда победа придет, которую мы все так ждем, отдав людям в пользование земельные участки и дома, они уже будут потихонечку восстанавливать. Участия государства в восстановлении уже не будет. Потому что мы свою часть уже выполнили, компенсировали, все сделали. По поводу, когда это будет, как это будет, конечно, придумать что-то не хочу. Но представить, что у нас с вами будут разрушенные дома, стоять там с головешками, то есть такого представить на территории Белгородской области невозможно. Быстрее, чем сами собственники, участки не восстанавливают. Если люди не будут пользоваться, если не будут восстанавливать, то в связи с тем, что я тоже об этом говорил с жителями, то мы оставим их в муниципальной собственности. Ну и, конечно, какая пресс-конференция без вопросов, которую, несмотря на открытость губернатора, не задашь в ежедневном рабочем формате. На этой встрече все по-честному. Многие уверены, Вячеслав Гладков – человек максимально спокойный. Однако глава региона признался в своей излишней эмоциональности. С одной стороны, мне кажется, что эмоции – это хорошо, потому что, если есть эмоции у любого человека, ну, трудно скрыть содержание. То есть, если ты эмоции высказываешь, значит, мне не безразлично. А с другой стороны, плохо, когда ты высказываешь в отношении своих, например, подчиненных или, например, в беседе. Иногда многие вещи, с которыми вообще невозможно мириться, да, и когда высказываются в виде, там, претензии или попытка перевернуть с ног на голову, поменять черное на белое, оно вызывает бурю отрицательных эмоций. Я стараюсь сдерживаться, но, как Оксана Вадимовна говорит, что нечасто мне это удается. Часто. Но я буду стараться. Интерес прессы и блогеров к такому открытому формату общения очевиден. Вместо запланированных двух часов встреча продлилась дольше. И даже при этом вопросов осталось немало. Финальную точку поставил лимит эфирного времени. Пресс-конференцию Вячеслав Гладков завершил благодарностью всему медиа-сообществу. От себя я просто хочу сказать спасибо, потому что я все время удивляюсь и все время переживаю, когда в субботу, воскресенье или в 6 часов утра, или в 9 часов вечера вы все время рядом со мной, и мы ездим, то по крышам лезем, то по подвалам, то по окопам. Но вы видите, что запрос населения на информацию, которую вы предоставляете, огромный. Поэтому то, что мы с вами делаем, мне кажется, у нас получается. Что будет дальше, и что будет сегодня вечером, и что будет завтра, все зависит только от нас. Наталья Войтенко, Александр Сысоев. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Продолжим. В Белгороде прошло 36-е заседание областной думы. Сегодня депутаты приняли в первом чтении проект регионального бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Напомним, главный финансовый документ субъекта сохранит свою социальную направленность. На развитие сфер образования, здравоохранения, соцподдержки населения направят порядка 85 миллиардов рублей. Это бюджет развития. Не бюджет выживания, а именно бюджет развития. Чтобы все программы у нас по здравоохранению, по образованию, по дорогам, все они там включены и финансируются в тех заявленных объемах и планах, которые сделало наше правительство Белгородской области. Окончательно проект закона примут в декабре с учетом всех поправок. Также председатель облдумы по просьбе белгородцев выступил с законодательной инициативой списать долги по транспортному налогу с суммой, не превышающей 500 рублей. Речь о так называемых безнадежных задолженностях, по которым истек установленный срок исковой давности. Эта мера коснется около 6 тысяч человек. Вот эти так называемые хвосты задолженности, мы сегодня их отрубили, если можно так сказать, что позволит не портить кредитную историю людям и нашим налоговым органам позволит более эффективно настроить свою работу. К другим темам. Не так давно глава региона рассказал о запуске нового проекта «Ты в деле». Старшеклассников и студентов будут обучать основам предпринимательской деятельности. Наставниками станут преподаватели и практикующие бизнесмены. Об основных направлениях работы рассказали руководители областных министерств, которые будут курировать реализацию программы. Чтобы помочь ребятам разобраться, насколько им интересна сфера бизнеса, о базах предпринимательства сейчас рассказывают в рамках классных часов и разговоров о важном. После этого стартует образовательный этап. Разработана отдельная специальная программа. Образовательная программа, состоящая из двух основных разделов. Это введение предпринимательства и базовый курс. В свою очередь базовый курс включает в себя стратегию, законодательство, финансы, налоги, маркетинг и продажи. Образовательный этап будет реализован прошедшими подготовку учителями. В начале года стартует этап сопровождения команд наставниками из предпринимательской среды и педагогами-координаторами из вузов. А в марте на весенних каникулах детей соберут в бизнес-лагере, где они представят готовые идеи. После чего запланированы так называемые дни открытых дверей. Школьники и студенты посетят нишевые предприятия в зависимости от выбранного направления. Финалисты проекта отправятся на стажировки. Организаторы хотят привлечь к сотрудничеству не только лучшие компании региона, но и страны. Мы затрагиваем тот возраст, где ценностные ориентиры только формируются. И мне кажется, что воспитание не только идентичности белгородца, но и реальное представление фактов, условий и первой пробы предпринимательского пера, мне кажется, на мой педагогический взгляд, это одно из главных, не говорю единственное, но одно из главных достижений реализации этого проекта. Министр по делам молодежи Татьяна Киреева отметила, запрос на обучение по такому профилю у молодежи есть. Мы понимаем, какой это мощный потенциал, стоит им только показать эту возможность, рассказать. Потому что никто, кроме реально прошедших эту дорогу взрослых людей, им это полноценно не расскажет. Не вселит эту веру, не вселит, развеет, наверное, какие-то мифы, которые в голове у ребенка есть. И вот для того, чтобы они поверили в себя, для того, чтобы они поняли, как это делается, как двигаться дальше, реализовывать этот запрос, вот это задача этого проекта. Проект стартует 1 декабря. К этой дате откроют платформу учусьбизнесу.рф, где можно будет подать заявку и узнать дополнительную информацию. В завершении о том, как развиваются малые территории. Село Нижний Ольшанец Белгородского района совсем скоро ждет комплексное преображение. Недавно там уже осветили закладной камень нового храма. И это лишь начало. Наш специальный корреспондент Сергей Черкашин отправился в населенный пункт, пообщался с местными жителями и прямо сейчас расскажет, как изменится Нижний Ольшанец и какую историю хранит. История среди нас. Нижний Ольшанец. Село в Белгородском районе, которое хранит немало интересных фактов о себе. Возможно, не очевидных случайному гостю, но очень важных для местных жителей. Это вот местный житель какой-то с аккордеоном, это вот местные жители с аккордеоном. На архивных фотографиях послевоенное время в моменте. Жители села на празднике. Портрет заведующего сельским клубом. Его коллега-современник Оксана Важенина бережно хранит эти памятные артефакты. Уроженка Сибири, переехав сюда, в Нижний Ольшанец, хорошо узнала здешних людей. А послушав их рассказы, искренне заинтересовалась история села. Мне стало интересно, я пошла в архивы. Очень много времени провела в архивах. Ну, материала немного, конечно, но нашлось. Первое, что поразило Оксану Владимировну, переписная книга 18 века. И в ней, значит, значится, что здесь жили дворяне-однодворцы, которым Екатерина наделила их участками. Хозяин, он был на службе у Екатерины, а семья жила за ним. И еще их называли захребетники. Семьи тогда были большие, по 20-25 человек. Сейчас в селе такого не встретишь. Чего не скажешь о фамилиях, указанных на страницах 300-летней давности. Фурсовы, Чечены, Самойловы. Эти же фамилии живут здесь сейчас. Они все равно, основное население, вот составляют эти фамилии. Народная память живет. В семьях ходят байки и легенды о временах правления Екатерины, которые передают из поколения в поколение. К тому же, одна из улиц села названа в честь императрицы. И как раз рядом с ней важный для села родник. Якобы когда-то сюда Екатерина, императрица, путешествовала когда в Крым, что была остановка здесь. Значит, вот источник этот. И этот источник уже тогда известно было, что он целебный. Так и повелось считать в памяти старшего поколения истории о врачевателе, который лечил людей и животных этой самой водой. Оценка целебных свойств. Компетенция не наша, зато уж точно вода вкусная и свежая. Это мы проверили. Источником всегда пользовались окрестные поселения несколько сотен лет. Спасибо потомкам, что не только переняли знания и легенды, но и уважение к своему прошлому. Папа мой, вот его уже шестой год как нет, он ухаживал и мне сказал, чтобы ухаживал. Вот я тут как могу прокашиваю, ну, что могу тут делать. Как говорят старожилы, во время Великой Отечественной войны, если кто-то хотел набрать воды, то его не трогали, не стреляли. Несмотря на то, что село часто переходило из рук в руки. Время ожесточенных боев за важную стратегическую точку здесь помнят отчетливо. От села не осталось практически ничего. Деревья все вырубались. Во-первых, видимость должна была, потому что немцы в основном всегда были с той стороны, вот на пригорке. Во-вторых, здесь железная дорога, это все выводилось как стройматериал. Дома тогда все разрушили, а дерево осталось одной из единственных в окрестностях. Настоящий свидетель, хранитель истории Рос в этом дворе. Вот там стояло это дерево. Ну, два обхвата. Мы с мамой не могли вот так обнять дерево. Вот такое было огромное. И, ну, я думаю, что это была вот разновидность осины белолиста. Свидетель Великой Отечественной, символично оставшийся в живых после уничтожения всего вокруг, погиб тоже знаково на 62-ю годовщину победы 9 мая. Страшная была гроза. Ливень, уже не было папы, и мы сидели с мамой вдвоем. И вдруг грохот. И дерево висело вот так, крона. То есть оно упало. Если бы в ту сторону, конечно, дом бы наш весь развалило. Оно упало сюда и повисло. После пришлось распиливать могучее растение. Говорят, в процессе обнаружили зарубцевавшиеся следы от пуль. От него ничего не осталось. И главное, поросли дерево не дало. Наверное, вот так в единичном числе прожило свой век и ушло. Некоторые вещи, как, например, легендарное дерево, казалось бы, уходят, оставаясь только в памяти. Но порой это не значит, что они ушли навсегда. Это 1908 год. На этом месте строят храм. Проходит каких-то 5, 6, 9 лет. Источники разнятся во мнении. И он уже принимает первых прихожан и учеников в земскую школу. Но продлится это недолго. Пару десятилетий. После святое место разрушат. Историю про него местные жители передают из поколения в поколение. Сейчас, спустя век, мы видим новый проект. Крестово-купольный. Белокаменный храм в честь великомученика Дмитрия Солунского по первому взгляду на эскизы будто говорит местным жителям, что снова готов стать центром притяжения для селян. Будущий настоятель уже знаком прихожанам. Протеерей Виталий Константинов приезжает в Нижний Ольшанец каждое воскресенье. Службы проводил в клубе. Места другого не было. Зато теперь вскоре появится. Храм – это место в первую очередь для совершения литургии. Место, где хлеб и вино становятся телу и кровью христовыми. Это центральное таинство веры христианской и православной. И храм для него необходим. О Господи, явись о нам! Церемония освящения закладного камня. Местные пришли целыми семьями. Новый храм рассчитан на 350 прихожан. А значит, у каждого будет место для молитвы. Мне кажется, особенно в наше сегодняшнее непростое время, нам нужна молитва. Мы понимаем, что Бог бережет Белгородскую область. И вера в Бога, единение, духовное единение – это то, что всегда было самой сильной стороной нашего государства, всегда и останется. Господь просвещает человека, приходящего в этот мир. А если мы помогаем человеку, чтобы он жил со светом в своей душе, то мы, естественно, благоукрашаем то пространство, в котором мы живем. Курирует строительство председатель Совета директоров группы компаний «Агробелогорье» Владимир Зотов. Для реализации масштабного проекта создали попечительский совет. В планах не только построить храм, но и преобразить само село, в том числе Екатерининский источник, чтобы у всех был комфортный доступ к легендарному месту и родниковой воде. Отремонтируют фаб, реконструируют сельский клуб и даже возведут летний кинотеатр. Для нас это великая честь, что группе компании доверили сделать комфортную зону от Ривьера до Изумрудного. Мы будем прикладывать массу усилий и знаний для того, чтобы сделать это место очень красивым, очень комфортным и очень симпатичным. Реализовать масштабный проект планируют за год, ко дню Нижнего Ольшанца, дню великомученика Дмитрия Солунского. История всегда среди нас. Нижний Ольшанец – небольшое село в Белгородском районе, которое хранит столько интересных фактов о себе, которые не забываются, передаются из уст в уста, возвращаются к жизни и преображаются. Одно село, а столько увлекательных событий. Сергей Черкашин, Вадим Кулинич, Александр Поддубный. Такой день на мире Белогория. Ну а на этом все. В студии работала Анна Свидовская. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше интересного в нашем телеграм-канале. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok